здравствуйте друзья вы видите вывеску магазина volgreens это можно сказать по-русски бы так перейти вьюнок да то есть это вот зеленая растительность которая идет вдоль стеночки магазин этот является с одной стороны аптекой с другой стороны как всякая аптека большая тут чего только не продают и продукты и электронику и так далее в частности есть сервис по изготовлению фотографий что произошло наша дочь попросила зайти в магазин и взять фотографии тоже мы едем сейчас сан-франциско там к общим знакомым отдать им эти фотографии находясь дома она может выбрать какой магазин она хочет в алгоритм просит туда свой файл и вот они тут распечатываются выпрос заходим со светлана и забирать вы видите светлана рассчитывается с девушкой вот только зашла прям лежит сразу на на фронт-леске и всех делов пожалуйста наши фотки сейчас нам дадут светлана покажи конвертик вот он тут какие цены написано квик принц так какие цены нынче где-то там 14-15 долларов а сколько фотографий сотня я не знаю надо посмотреть я помню знаешь время когда мы делали фотографии сами сами да и значит это еще не было цифровым это были это была пленочка и мы ходили в такой же это не обязательно в алгоритме это абсолютно любой магазин большой принимал там нет почему в америке сами не делали никогда фотографии правильно мы сдавали пленку в сейф-вэй нет подожди секунду мы никогда не делал мы дома печатали в москве печатали я здесь говорю а здесь в мире мы просто отдавали абсолютно в любом магазине стояли машины которые печатают эти фотографии и пленку проявляют и все дела и печатали отдавали сразу печатали а сейчас когда стало цифровым мы перестали делать на бумаге но вот астика из одного места заплодишь другом месте подхватываешь третье место везешь вроде а вот пашка но как бы хопочка то простенькая но все равно прикольно это сейчас вот этой стартапа появились ресторанами это вообще конец света да то есть едет там себе на работу ему по дороге заходи заскочить какой-то ресторан например захватить еду и по дороге же там где-то сбросить и он лихо так на ходу по пути зарабатывает такой сервис который так устроен что ты размещаешь заказ в каком-то ресторане есть какой-то сайт но на этом сайте ты говоришь я хочу вот из этого ресторана вот такой вот это то и это значит этот сайт как вот этот сервис он тебе он возьмет он закажет это все в ресторане это изготовит и они еще туда водителя пошлют который вот как ты сказала бог по дороге на работу тут взял туда забросил может быть это просто его работа просто работа я не уверена насколько они за это получают денег но тут весь поинт в том не что это фулл-тайм работа что он просто делать на походе то есть если человек например едет куда-то они оповещают всех водителей кто хочет взять этот заказ да и тот кому по пути он крит но хорошо ну вот я заеду и упер технологии каждый который только этим и занимаются ладно светов пошли продолжаю историю прелестях компьютерной технологии компьютерных технологий компьютерной эры я должен сказать что когда мы уже сели в машину и поехали А едем мы в Сан-Франциско, это 101-й хайвей, идет в Сан-Франциско То Светлана говорит, давай посмотрим хоть на фотки-то Открываем мы фотки, а там какие-то люди явно из Индии И мы думаем, не может у нас такого быть Ну и вернулись, мы в магазин, они нашли наши и отдали наши Все-таки вот там, где... Нет, но это было не так легко сделать, потому что Бирка, лейбл был правильный Там было написано наше имя Они его наклеили на наш конверт Да, это значит, что на чей-то другой конверт, где лежали наши фотографии, было наклеено чужое имя И они не могли понять, где чье имя, но они как-то по памяти, может быть, по ассоциации с нами Зрительные памяти Нашли, короче, нашли нашли Все закончилось хорошо, добро победило, зло тут все путем Мы как раз вот по правую руку у нас корпуса компании Oracle Вам не видно, потому что это в бок, ну не важно В общем, что я хочу сказать, слабым звеном оказался живой человек Если бы, знаешь что? Если бы фотографии нужно было не подхватить, а чтобы их отпечатали и по почте отправили в конверте Вот тогда все было бы хорошо, они пришли бы по почте А так мы вот... Нет, они бы точно так же могли в неправильный конверт положить фотографии Ничего И тогда бы, конечно, на тебя пришли вообще другие фотографии И вот тогда бы была бы уже заморочка на всю катку Да В общем, друзья, технологии технологиями, а глаз да глаз не помешает Вот на этом мы и закончим рассказ о магазине Ты скажи, какие тучи красивые впереди, сегодня потрясающая погода Тучи красивые, я боюсь, что, знаешь, да, мы-то можем из всего, что видно, так сказать, сосредоточиться на облачках красивых А так вот, когда в камеру сложно В общем, я считаю, что мы этим заканчиваем сюжет про магазин Walgreens И про то, как мы фотографии запирали Счастливо!